Алоха! Народы Содружества! Угадайте, кто пришёл набить ваши ушки полезными сведениями! Ваш неподражаемый Три-Дог-Найт! Меня тут переспрашивают, что такое Алоха! Это слово я послушал у одного толстокожего господина с юга. Оно переводится как «Несите мне свои крышечки, или я сброшу на вас бомбу!» Хе-хе, поверили. Оно значит «Здравствуйте», если тот господин не приврал. Нежданный гость долго жаловался мне на... ну, на всякое. На жизнь, на погоду, на тяжёлую дорогу. Тогда-то я и задумался. Ребята, а ведь Содружество действительно кишит неприятностями. Ну разве они остановят по-настоящему славного парня? Ну, вроде меня. Ну или тебя, дорогой слушатель. Как известно, если проблема решается выстрелом, это не проблема, а мишень. Получается, что «Пустошь» — это бесконечный тир с призами. Хе-хе, ну разве не прелесть? Давай посмотрим, кого тут можно встретить. Стоит высунуть нос за стены своего уютного поселения и на тебе. Рейдеры. Ну куда ж без них? Знаешь ли ты, радиолюбитель, хоть одно место в Америке, где нет рейдеров? Ну, кроме неприступной студии и свободной игромани? Нету. Конечно же, нету. Знай, парень. Ну или мадемуазель. На свежем воздухе всегда найдётся охотник до чужих деньжа. Так угости его свинцом. Не жалей. Ведь щедрость — это мирило благочестие. Стиви, а что за чушь я только что произнес? А, неважно. Суть одна, леди и джентльмены. Рейдерам полагается либо петля, либо пуля. Смотрите сами, как вам удобнее. По дороге в крупный город, например, Даймонд-Сити, найдутся и другие неприятности. Ну, то есть, мишени, конечно. Слыхали про местных гангстеров? Такие стиляги с пушками рассекают по руинам Бостона в костюмах-тройках. В шляпах с томми-ганами. С точки зрения совести, те же рейдеры. Только попадись, света белого не взвидишь. Человек с человеком завсегда сумеет найти общий язык. Хотя бы язык кулаков. То ли дело супер-мутанты. Зеленые стерильные горы мускулов. Ну что за больной селекционер вывел такую породу? На них бы воду возить. Но только не вздумай предлагать такое самому супер-мутанту. Голову откусит. В руинах Бостона они встречаются целыми бандами. Хорошо, что такую детину заметно издалека. А их сборище с расстояния пушечного выстрела. И пахнут они по-особому. Не перепутаешь. Вот говорят, страшнее человека-зверя нет. Но синтетики. Они же просто синты. Эти еще страшнее. Рукотворные киборги. Детище института. Пугало для всего содружества. Знаете, первой модели были еще ничего. Его издалека видать. Сверкает титаном, искрит проводкой. Всякий поймет, что перед ним робот. Но институт продолжает свои разработки. Новые синты ничем не отличаются от людей. Вы только представьте. Институт похищает людей и заменяет их своими суррогатами. Синты везде. Может, наша техник Маргарет. Тоже одна из них. Может, они слушают мою передачу. Слышите? Железки. Подавитесь машинным маслом. Свободу слова не задуши. Поверили. Не волнуйтесь. Я жив-здоров. Синтом дорога в мое логово заказана. Здесь силовые поля, минные поля и собаки. Собаки киборгов сразу чуют. А столовисто, роботы. К счастью, случайная встреча с андроидом на просторах Содружества — большая редкость. То ли дело о гули. Здешние мертвяки даже опаснее наших, вашингтонских. Они быстрее скачут и больнее кусаются. А еще они смешно падают, когда бросаются тебе на шею. Трухлявые поганцы. Попробуйте отстрелить одному из них обе руки. Забавное зрелище. Бежит, спотыкается, норовит тяпнуть. Думаете, я все шутки шучу? Когда встретите дюжину диких гулей, будет не до шуток. Серьезно. Лучше отстрелить не обе руки, а обе ноги. Если получится. За городом определенно дышаться легче. Ни людей, ни мутантов, ни хладнокровных киборгов. Но терять бдительность нельзя. Вот кротокрысы, наши старые знакомые. Их окорочка хорошо заходят под пиво. Тут земля рыхлая, грунт словно в болоте. Вот кротокрысы и выпрыгивают прямо из-под земли. Они так охотятся. А мы охотимся на них. Чу! Кусты зашевелились. Вылезает грызун. Заряжай сорок восьмым и в голову. А потом остальные. Кротокрысы не вылезают поодиночке. Не все местные обитатели съедобны. Вот этого гнуса я бы ни за что не стал пробовать. А ведь их едят. Ну что там есть-то? Огромный комар, величиной с боевого петуха. Коботок, что твоя антенна. Раз присосется, минус литр крови. Какая мерзость. Не хочу даже думать, что останется на обоях после удара мухобойкой. Но к черту комаров. Если уж выбираться за город, то на охоту. А не на корм насекомых. В лесах близ Бостона бродят могучие двухголовые олени. Знатная добыча. Я сам так и не попробовал стейк из оленины. Но тот мордатый господин рассказывал. Ммм, пальчики оближешь. Говорит, после этого стейки из бромина подошва подошвой. Бромина, конечно, проще добывать. Он не будет убегать от вас в лесную чащу. Но все равно вы здесь не на вершине пищевой цепочки. Помните милашек яогаев? Помните, почему не стоит к ним приближаться и кормить с рук? Яогаи, что в столичной пустоши, что здесь безумные хищники. Их редко встретишь. А когда встретишь, лучше сию минуту повернуть назад. Если заметят, бросайте поклажу. Вдруг она покажется медведю вкуснее, чем ваша удирающая задница. Но даже Яогай пушистая лапочка, если сравнивать его с когтями смерти. О них вообще мало что известно. Свидетели редко выживали. Коготь смерти такой мутант, на котором генетика отыгралась за всех. А ведь в основе своей это самый обыкновенный хамелеон. Только радиоактивный. Быстрый, верткий. Когти рвут сталь и крошат бетон. А чешую едва пробивают самые убойные стволы. Много полегло от рук когтей. Ну, то есть от лап когтей. Ну, то есть... В общем, постарайтесь не пополнить их ряды. Дикие пустоши на то и дикие, что бродить по ним опасно. Ну, а я снова с вами распрощаюсь. Ненадолго уверяю. Не теряйте нашу чистоту и оставайтесь на волне свободной игромании. С вами был Три Док Найт. Чао! Продолжение следует...